В один из серых петербургских дней, когда доктора разрешили Брюлову после семимесячной болезни покинуть постель, он попросил придвинуть вольтеровское кресло ближе к трюмо и потребовал принести в спальню мольберт, палитру и кисти. Вмиг наметил он на картоне рисунок головы и руку. С вечера он повелел не пускать к нему на другой день никого. Автопортрет Брюлова 1848 года. Художник на пороге пятидесятилетия. Живописец только что перенес тяжелую болезнь, но не только недуг отнял у него краски лица и блеск глаз. Усталость. Постоянная и неуходящая. Она залегла в тревожных складках крутого чистого лба, она притаилась в пепельных некогда блестящих золотых кудрях. Усталость во взутых венах тонкой руки, плетью повисшей на подлокотнике кресла. Усталость в самом колорите полотна, в сочетании черных, красных, восково-бледных тонов. Время. Зрелость. Пора жестоких переоценок. Пора разочарования и потерь. Вот истинные, слагаемые этого образом. Мастерство Брюлова в эти годы достигло совершенства. Его кисть поистине виртуозно. Ведь этот дивный портрет написан всего за каких-нибудь два или три часа. Живописец в одно касание решает тончайшие пластические задачи. И перед нами шедевр. Но почему же тогда глаза художника так безрадостны? Почему в них нет сияния и удовлетворения творца? Почему они так тревожны? Почему так пристально всматриваются они в зеркало? Может быть, потому что Брюлов впервые за всю полувековую жизнь именно в эти два часа, именно в этот миг, так остро ощутил бег времени, так обнаженно оценил свои потери, так чутко понял суть безвозвратно ушедших лет. Может быть, в эти короткие часы перед художником промелькнула вся его жизнь? Многое не свершилось. Не сбылась заветная мечта художника оставить родине картины, в которых была видна вся его жизнь, самая сокровенная судьба народа, великая история России. О, как он мечтал заткнуть глотку светской черни, болтавшей в своих золоченных бомбоньерках-салонах об угасании его таланта. О, как он мечтал уйти от мелочной и тем не менее тяжкой опеки царя от неотступного взора монарших глаз. Но все это лишь мечты. Снова наступит завтра, наступят будни, и снова все быстрее и быстрее закрутится неумолимое колесо столичной жизни, пестрая череда успехов, неискренних похвал и соболезнований. Два часа в жизни художника. Как это ничтожно мало, и как это много, если вдуматься в суть бытия. Когда вдруг со слепительной ясностью ощущаешь, что рог несет твою утлую ладью по воле недобрых волн и злого ветра, и что у тебя самого нет сил остановить этот бег. Привычно ходит кисть, и за считанные минуты на картине возникают черты больного и бесконечно усталого человека. Бьют часы. В роскошной мастерской тихо. Шум Петербурга не проникает в этот приют Муз. Но это только кажущийся покой. На самом деле покоя нет. Брюлов предельно одинок в этом огромном городе. Он одинок и не устроен. Этот великий художник, покоривший Рим и заслуживший триумф на родине. Он несчастлив. Этот человек, которым восхищались тысячи людей, перед которыми преклонял колени сам Пушкин. Он одинок. Такова неумолимая логика прожитой жизни. Он растерял истинных друзей. У него нет жены, нет подруги, нет детей, нет любимых верных учеников, продолживших его стезю. Или, может быть, это ему кажется? Нет, все так. Он один. Горько, напряженно глядят на нас с автопортрета глаза великого художника, создавшего прекраснейшие образы, воспевшего человека во всей его красе, отдавшего всего себя людям. Но мы знаем, что Брюлов не одинок. Об этом говорят сотни его великолепных творений, его детей. Об этом говорят сотни тысяч почитателей его таланта, всегда тесно заполняющих залы наших музеев и любующихся его шедеврами.